Итак, всем привет! Вы снова на канале SEO Quick и один из вопросов, которые мне часто задают на вебинарах, иногда в переписках, это как ранжируются новые сайты, как Google ранжирует новые сайты, что нужно сделать, чтобы новый сайт лучше ранжировался. Эти вопросы задают часто мне, но я не сотрудник Google. Да, я всего лишь работник SEO-студии, у меня есть определенный опыт, определенные навыки, которые я бы мог рассказать, поделиться. Собственно, я этим и делаю, но сегодня в нашем видео мы постараемся найти ответ на этот вопрос, который задан непосредственно сотруднику, работающему в поисковых системах. Кто такой Джон Мюллер? Давайте его спросим и, конечно же, узнаем ответ на этот вопрос. Итак, собственно, сам вопрос, что Google говорит, какими факторами ранжирования руководствуется Google для молодых сайтов. Вы можете перейти по ссылочке на Search Engine Journal, найти то самое видео, где они обсуждали в Hangouts и, конечно же, узнать ответы на вопросы. Ну, собственно, мы давайте пройдемся по самим вопросам. Во время последней встречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно ранжирования новых сайтов. Так, один из вебмастеров спросил, могут ли новые сайты занимать высокие позиции в выдаче только благодаря хорошему контенту? Или это нужно, чтобы прошло какое-то время или какой-то там, или это является основной фактор? Ну, собственно, как это делается? И те, соответственно, только благодаря контенту или это важная часть основного алгоритма? Ну и, соответственно, давайте перейдем непосредственно на ответ. В общем, как мы смотрим, вопрос действительно является таким достаточно сложным. Если у нас есть контент, который создан по очень такой вот ультраконкурентной тематике, является ли фактором ранжирования сам контент или же решает площадка, на которой этот контент создан? То есть, каким образом Google определяет, что важнее для него, ультракачественный контент или все-таки площадка, на которой он создан? И, собственно, что самое забавное, Джон Мюллер ответил на этот вопрос, что не существует точного ответа на этот вопрос. Все зависит от ряда случаев. То есть, множество вещей могут повлиять на ранжирование в той или иной ситуации. Поэтому, условно говоря, это теоретический вопрос, на которого нет правильного ответа. То есть, будь у вас известный сайт, и вы создали страничку заточенную под ключ, или это молодой сайт, и на нем создали страничку заточенную под ключ, не факт, что это сработает в первом или во втором случае. То есть, вы не можете гарантированно сказать, что высокотрассовый ресурс гарантированно зайдет в топ, где контент создан так себе, или, допустим, молодой сайт, на котором ультракачественный контент, и этот контент зайдет в топ. Так что, на самом деле, теоретического ответа на этот вопрос нет. Собственно, когда его уточнили, как полностью происходит ранжирование, собственно, Google, Джон Мюллер нам ответил, что они используют огромную базу данных по знаниям, которые используются во время сканирования, индексирования и уже ранжирования ресурса. И, собственно, когда приходят абсолютно новые ресурсы, то есть, непосредственно новые сайты иногда могут действительно занимать высокие позиции в выдаче. И иногда это же может занять гораздо больше времени, чтобы это все устаканилось. То есть, непосредственно, что это значит? Это значит, что Google ранжирует сайты, которые приходят новые на основе оценочных данных. Что это значит? Он сравнивает потенциально этот сайт, может претендовать на высокие позиции или нет, и действительно использует тот самый трюк, который мы обсуждали как-то в комментариях, который назывался «Магруткий бандит Яндекса», подтвержденный метод алгоритма у Яндекса. У Google, как мы видим, я чувствовал, что есть что-то похожее, и так оказалось, оно действительно есть. Google использует оценочные данные для ранжирования молодого ресурса. Это не значит, что маловый сайт всегда лежит где-то в шляпе, он может резко отскочить. И я наблюдал это много раз, когда приходили сайты, которые по очень узкой тематике выходили просто в топ, просто буквально будучи опубликованными, потому что конкуренция была достаточно невысокая. И да, действительно, Google использует для ранжирования не какой-то алгоритм, а время. Он использует изначально оценочные данные. Так как у новых сайтов практически нет никаких сигналов, кроме фактически он-пейджа, потому что ссылочные и поведенческие факторы равны нулю, то получаются сигналы Google и учитываются в процессе этой оценки. Поисковик использует исторические данные по сайтам, которые используют похожий контент. Он примерно начинает ранжировать те сайты так, как они ранжировались изначально, и пытается дать ему эти же шансы. Поэтому время не является тем самым фактором ранжирования, который есть у Яндекса. И то есть на это непосредственно можно сосредоточить внимание. И также вот, собственно, если время как фактор связано с теорией Google песочницы, в которой новые сайты не могут занимать высокие позиции, пока не пройдет какое-то время. Но Google говорил, что у него нет такой песочницы. И это фактически утверждение Джона Мюллера доказывает по поводу того, что сайты используют за оценочные данные для молодых ресурсов, что Google использует предиктивный алгоритм для ранжирования. Да, ту самую некую нейросеть, которая предполагает, как правильно ранжировать молодой ресурс, сравнивая его уровень контента с существующим. Поэтому, если вас интересует непосредственно, как продвигать молодые сайты в практике, я бы рекомендовал следующие шаги, которые вы можете себе записать и обязательно использовать. Во-первых, никогда не запускайте в SEO сырой сайт. Ну, то есть, вот когда он вообще сырой. То есть, если у вас есть домен, и вы пишете сайт, не выкидывайте его. Вот я знаю, что для Яндекса это важно, чтобы сайт писал по домену, то есть, по определенному домену. Домен был старый, прекрасно себя чувствовал. Это все хорошо только на бумаге. На самом деле, для Google это катастрофа. Если у вас сайт молодой, не выкидывайте его на новый домен. Когда уже сайт будет готов, вот тогда его и выпускаете. Обязательно сделайте полную юзабилити тестовой версии. Проверьте, чтобы у вас был качественный онпейдж, чтобы не было битых тайтлов, битых этих. То есть, я часто вижу, когда приходят, мне сделали новый сайт, а в нем куча технических ошибок. Старайтесь, чтобы их попросту не было. Обязательно сосредоточьте все, чтобы вы сделали полный внутренний аудит, то, что мы знаем, внутряк юзабилити, анализ конкурентов, проанализировать структуру, поанализировать скорость загрузки, проанализировать его дизайн, насколько он будет хорошо удерживать пользователей, примерно прикинуть показатель отказа в каждой странице, изучить, сравнить каждую страницу со страницей конкурентов для того, чтобы действительно его выбросить в поиск. Простая причина, и вы иначе попросту сольете большое количество денег. И я не рекомендую фактически выпускать сырой сайт непосредственно в поиск. Поэтому обязательно, прежде чем вы хотите выпустить новый сайт, обязательно проведите все эти работы. Более того, как только сайт выпущен, не медлите фактически ссылочками. Ссылочки в каталогах, ссылочки в соцсетях. Буквально после выпуска сайта уже сразу в первые дни регистрируйте все. Все, что попадет под руку. Соцсети, каталоги, справочники, google карты, яндекс карты. Обязательно регистрируйте все, что вот по плану. План можно получить, например, у нас. Это не проблема обратиться. Я составлю план работ, который бы нужно было для запуска делать молодого сайта до его спуска на воду, как говорится. Сайт может иметь небольшое количество страниц, небольшое количество записей в блоге, но иметь все нужные коммерческие страницы, главную, хорошо прописанные служебные страницы для того, чтобы полноценно ранжироваться. И google смог бы его сравнить с аналогичными ресурсами и дать вам тот самый зеленый свет для хорошего ранжирования. Если у вас есть молодые сайты, обязательно напишите мне в телеграме или можете в нашем сообществе на ютубе, либо под этим видео, если вы смотрите сейчас нас на ютубе. Задайте мне эти вопросы, что у меня молодой сайт, что вы хотите его раскрутить. Мы можем с вами скопировать, связаться. Я составлю вам план продвижения вашего ресурса. На сегодня все. Обязательно не забываем подписываться на наши аудиоподкасты, на самые лучшие аудиоподкасты, которые есть, собственно, в русскоязычном сегменте. Их можно слушать с андроида, так и с iOS в приложении подкасты. Для андроида вы можете скачать все необходимые приложения прямо с нашей страницы. У нас есть удобная ссылочка. Ну и, конечно же, не забываем про ютуб, ставим лайки, не забываем про комментарии и до новых встреч!